Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Елена Ткаченко. Я представляю экспертный совет электронный документ и эффективная экономика, площадку для обмена опытом и внедрения электронного документа оборота. Сейчас в нашем сообществе состоит более 100 организаций, в основном это розничные сети и поставщики товаров повседневного спроса. Есть также операторы электронного документа оборота и ряд компаний, представляющих другие отрасли – транспорт, логистику, фарму, сферу услуг и так далее. Больше года мы обсуждаем с бизнесом требования поправок, внесенных в закон об электронной подписи и проекты нормативных актов по доверенности. И в течение последних нескольких месяцев я регулярно провожу опросы среди компаний об их готовности соответствовать новым требованиям. И, к сожалению, картина довольно печальная. Все опросы показывают, что уровень готовности крайне низкий. И этому есть вполне понятное объяснение. До сих пор нет утвержденных подзаконных актов по доверенности. А пока нет нормативки, никто не готов инвестировать в то, что может еще измениться. И подготовка не начинается. Изначально утверждение этих приказов и постановление ожидалось в апреле 2021 года. Потом перенесли на июль. Затем на сентябрь. И вот сегодня, когда я записываю свое выступление на календаре 3 сентября, и нормативные акты до сих пор еще не утверждены. Более того, несогласованные разногласия, которые возникли в процессе их обсуждения с фаивами и бизнес-сообществом. Какие вопросы до сих пор остаются открытыми и не позволяют начать полноценную подготовку? Во-первых, какой формат доверенности использовать в B2B отношениях? Изначально к проекту приказа о единых требованиях к форме машиночитаемой доверенности было подготовлено приложение с проектом формата. Но затем Минцифра сообщила, что полномочий на утверждение формата у нее нет, поэтому приложение списка обсуждаемых актов было исключено. Все, на что мы сейчас можем рассчитывать, это размещение на сайте Минцифры рекомендованного формата, который, если и появится, то, скорее всего, будет разработан ФНС. А утверждение единого формата, конечно же, необходимо для того, чтобы бизнесу не предходилось поддерживать разные форматы, разработанные разными участниками электронного взаимодействия. Другой открытый вопрос, какой формат использовать для внутренних документов, например, кадровых. Это должен быть B2B формат или B2G формат, например, разработанный Минтрудом. Кроме того, открытый вопрос, придется ли внедрять для каждого ФАИВа свой формат машиночитаемой доверенности? Будет ли создан универсальный формат? Сейчас каждый госорган имеет право разработать свой формат и утвердить его. Как будут кодированы полномочия для B2B отношений в классификаторе? Ведь вариации ограничений полномочий в бизнесе огромное количество. Как использовать коды для сверки полномочий в МЧД с содержанием документов? Как проверять полномочия подписантов неструктурированных документов? Придется ли это делать вручную? Можно ли нотариально все-таки удостоверять машиночитаемую доверенность? И в том числе разрешат ли передоверие? Или все доверенности должен подписывать гендиректор? И также очень важный открытый вопрос, можно ли использовать услуги операторов электронного документа оборота и вообще информационные системы третьих лиц для формирования, хранения, представления машиночитаемой доверенности? Так как многие компании не хотели бы инвестировать в реализацию многочисленных проверок в своих информационных системах и надеются воспользоваться сервисом операторов? В текущей версии проектов подзаконных актов, а это порядок представления машиночитаемой доверенности и организационно-технические требования к хранению и использованию отмене доверенностей, предусмотрена опция использования информационных систем третьих лиц. Но она сопровождается оговоркой, что это использование должно соответствовать требованиям Минцифры. А самих требований нет даже в плане графики подготовки подзаконных актов. Частично на вот эти вопросы, которые я сейчас перечислила, предварительные ответы уже есть. И я об этом расскажу в своей презентации. Но для бизнеса в любом случае предварительные ответы это не основания для начала подготовки. Для бизнеса необходимо иметь утвержденные нормативные акты для того, чтобы строить на основании этих уже утвержденных нормативных актов свою работу. После принятия этих нормативных актов потребуется от 6 до 18 месяцев на подготовку информационных систем к работе с машиночитаемыми доверенностями. Необходимо будет разработать техническое задание для доработки конкретных информационных систем, определить, какие нужны для этого ресурсы, рассчитать бюджет, утвердить бюджет, выполнить, собственно, эти доработки. И затем еще провести тестирование, проанализировать возникающие ошибки, устранить их. И только после этого можно говорить о переходе в продуктив. Поэтому, как минимум, в течение полугода после утверждения нормативных актов, а скорее всего это будет уже и год, переходить на использование сертификатов физлиц без работающего инструмента подтверждения полномочий – это очень высокие риски для организации. Поэтому необходим переходный период. В августе появились разъяснения Минцифры о том, что сертификаты, выданные юрлицам, как руководителям, так и сотрудникам, могут использоваться до окончания срока их действия. Однако это не снимает вопрос, как действовать новым сотрудникам или сотрудникам организации, которые были зарегистрированы в 2022 году. Они не смогут получить сертификаты юрлиц и с их помощью не смогут подтверждать право действовать от имени организации. Поэтому позиция бизнеса по срокам переходного периода иная. Мы предлагаем обеспечить сотрудникам юридических лиц возможность получать сертификаты в удостоверяющих центрах, которые прошли аккредитацию по новым правилам, до конца 2023 года сертификаты, с ограничением срока действия сертификата, также до конца 2023 года. И право использовать эти сертификаты для подписания электронных документов без представления МЧД. Сейчас готовится проект поправок в 63-й федеральный закон, который в первую очередь призван устранить несоответствие с гражданским кодексом в части использования доверенности. Но также, мы на это очень надеемся, будет включать положение, которое установит плавный переходный период. Более подробно расскажу, почему так много, собственно, времени требуется на доработку информационных систем. Управление полномочиями – это совокупность довольно сложных процессов. Формирование и хранение машин читаемой доверенности, отзыв машин читаемой доверенности, проверка полномочий подписантов, как исходящих, так и входящих документов. Это настройка нескольких десятков новых операций. На слайде представлено 10 основных блоков бизнес-процессов, но на самом деле каждая из них состоит из десятка операций. Возьмем, к примеру, проверку полномочий подписанта входящего документа. Необходимо провести три группы проверок. Соответствуют ли сведения доверителя и представителя машин читаемой доверенности сведениям в документе и электронной подписи. Необходимо проверить действительность МЧД отозвана, она не отозвана, не закончился ли срок ее действия. И, пожалуй, самое сложное – проверить соответствие области полномочий содержанию документа. Практически все проверки можно построить на сопоставлении определенных идентификаторов, если, конечно, они доступны. Например, сейчас мы не можем проверить, действительно ли подписант МЧД является генеральным директором организации, поскольку сейчас выписка из ЕГРЮл не всегда содержит ИНФ из лица. Кроме того, для многих проверок важно использовать достоверную информацию о подписании документа и подписании доверенности, о времени подписания документа и доверенности. Если проверка документа и МЧД происходит значительно позже подписания документа и при этом не используется метка доверенного времени, то могут проявиться следующие сценарии. Например, запрос на получение заявления об отмене даст положительный результат. То есть мы узнаем, что существует заявление об отмене доверенности, то есть МЧД отменена. Но это не означает, что она была отменена до подписания документа или на момент подписания документа. Проверка действия сертификата генерального директора также может выдать отрицательный результат. Однако это не означает, что сертификат не действовал на момент подписания машины читаемой доверенности и так далее. Из этого можно сделать вывод, что для однозначной автоматической проверки полномочий участникам электронного взаимодействия необходимо использовать метку доверенного времени. А сейчас, к сожалению, эта технология очень редко используется, хотя средства электронной подписи, которые сейчас предлагают вендоры, практически все позволяют формировать метку доверенного времени и проверять ее. Кроме того, важный вопрос – это то, что проверка полномочий – это задача, требующая автоматического анализа реквизитов документа. Здесь хочу обратить внимание на два важных момента. Во-первых, описание полномочий в классификаторе должно быть составлено в логике подписания конкретных типов документов, а не в логике прав на осуществление определенных действий. Например, вместо формулировки «представлять интересы компании в таможенных органах», правильнее было бы использовать формулировку «подписывать конкретно таможенную декларацию», чтобы машина могла определить, что конкретно эти полномочия действительно соответствуют праву подписывать этот документ. Во-вторых, описание полномочий должно быть соотнесено с конкретными определенными элементами данных в формате структурированного электронного документа, для того чтобы автоматически это проверить. Просто сопоставление кода полномочий в машиночитаемой доверенности в документе без привязки к самим реквизитам документа, конечно же, позволит влоумышленнику просто включить в состав документа код полномочия, который соответствует в машиночитаемой доверенности, но не соответствует содержанию документа. И в таком случае в результате автоматическая проверка будет пройдена, но по факту область полномочий подписанта не будет соответствовать подписанному документу. Что это означает? Это означает, что автоматическая проверка полномочий – это задача, относительно легко решаемая для структурированных документов, утвержденных форматов, и весьма сложно реализуемая для не структурированных, не формализованных документов. И непонятно, как значение элементов, которые необходимы для проверки полномочий, найдут отражение в классификаторе полномочий. Какая работа вообще ведется сейчас по созданию классификатора? У нас ответа на этот вопрос, к сожалению, сейчас нет. Результаты опроса участников нашей ассоциации показали, что наиболее востребована автоматическая обработка машиночитаемой доверенности для самого массового документа УПД, универсального передаточного документа. Ручная обработка здесь совершенно недопустима, учитывая количество передаваемых документов. Благо с УПД, как с документом, для которого есть утвержденный структурированный формат, автоматизировать проверку полномочий вполне реально. Во многих компаниях используются ограничения полномочий при подписании УПД, например, по функции, то есть либо счет фактуры разрешается подписывать, либо первичный документ разрешается подписывать. Есть также ограничения по сумме, по товарной группе. Действуют ограничения на подписание УПД по определенным контрагентам. То есть вот эти все ограничения, они очень легко ложатся в конкретные элементы структурированного документа. Поэтому область полномочий можно проверять, сопоставляя с значениями по этим элементам, которые задал доверитель. Но при этом набор значений этих элементов, скорее всего, никто не будет кодировать. Не очень понятно, зачем это будет в принципе нужно. Более того, я очень сомневаюсь, что кто-то поможет бизнесу наполнить классификатор значениями, необходимыми для подтверждения полномочий в B2B взаимодействии. В принципе, это на самом деле задача, которую должен выполнить сам бизнес. И проекты нормативных актов сейчас это позволяют. То есть участники информационного взаимодействия могут направлять в Минцифру свои предложения по наполнению классификатора. И здесь я думаю, что, скорее всего, бизнес не сможет самоорганизоваться, к сожалению. И мне кажется, что, скорее всего, воспользуются возможностью передавать значения полномочий в виде текста. Как раз в этом текстовом поле они могут передавать значения элементов, для которых необходимо настроить проверки в информационной системе получателя документа. Получатель документа делает эти настройки и таким образом обрабатывает плюс-минус стабильный поток документов от контрагента, которые могут подписываться одними и теми же подписантами. Также к факторам, которые будут влиять на скорость подготовки бизнеса к новым правилам использования электронной подписи и доверенности, относятся к вопросу универсализации форматов. На сегодняшний день нет ни формата для B2B взаимодействия, ни каких-либо оснований рассчитывать на то, что для B2G отношений будет унифицирован формат. То есть у нас сейчас каждый госорган имеет право утверждать свой формат. Сейчас в этом направлении есть активность Федеральной налоговой службы, которая стала первым госорганом, утвердившим свой формат машинночитаемой доверенности в электронной форме. Возможно, с остальными фаивами тоже удастся договориться о каком-то едином подходе к разработке форматов машинночитаемых доверенностей. Насколько мне известно, ФНС сейчас такую работу ведет. Но пока у нас есть все равно риск необходимости поддерживать зоопарк форматов. Также пока не решен окончательно вопрос, не соответствует 63-го федерального закона некоторым положением Гражданского кодекса в отношении доверенностей. В результате у нас возможности участников электронного документа оборота ограничены по сравнению с возможностями тех, кто использует бумажный документ оборот. Например, при бумажном документ обороте юрлицо может выдавать доверенности в рамках передоверия, в том числе нотариальных удостоверять, может выдавать доверенности другим юрлицам, индивидуальным предпринимателям. Для электронного документа оборота использования доверенности в действующей редакции 63 ФЗ, это невозможно. Сейчас готовятся поправки федерального закона об электронной подписи, которые призваны эти противоречия снять. И также бизнес-сообщество, в том числе и Центр компетенции Сколково, предложили дополнить законопроект другими положениями, которые могут обеспечить возможность выдавать доверенности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, как представителям другого индивидуального предпринимателя, используют нотариально заверенные переводы иностранных доверенностей, когда руководители иностранной организации находятся долго за рубежом, не готов ехать в Россию для получения сертификата в УЦФНС, для того, чтобы подписывать МЧД. Также мы предлагаем обеспечить возможность применения обезличенных сертификатов для индивидуальных предпринимателей. Сейчас это возможно только для юрлиц. А для юрлиц мы предлагаем разрешить использовать обезличенные сертификаты для автоматической проверки, для автоматического создания электронной подписи во внешних информационных системах, что сейчас запрещено законом, в том числе в ЕГАИС. Это в первую очередь касается ЕГАИС. Очень актуально для организаций, которые вовлечены в оборот алкогольной продукции. Итак, принятие этих поправок, а также установление плавного переходного периода позволит компаниям безболезненно, без серьезных рисков, без возвращения к бумажному документу обороту внедрить довольно сложную систему управления полномочиями. И мы очень надеемся, что наши предложения будут услышаны. Большое спасибо за внимание. Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...